О комбинате из первых уст студенты Политехнического колледжа встретились с представителями ММК Метис. Время с пользой они провели в рамках проекта, который реализуют сотрудники Центральной городской библиотеки. С чего начиналась история крупного предприятия, какую продукцию производят на заводе и какая заработная плата у рабочего? Ответы на эти вопросы узнала и наша съемочная группа. Что такое ММК Метис? Знаете кто-нибудь? Что производит? ММК Метис – одно из крупных предприятий. На заводе производят гайки, болты, проволоку и другие метизные изделия. Здесь трудятся около 4 тысяч человек, из них 30% – молодежь. Назвали студентом и заработную плату молодого рабочего. Она составляет около 30 тысяч рублей. Впрочем, насыщена жизнь сотрудника не только трудовыми буднями, но и различными творческими мероприятиями. Все мероприятия мы делаем совместно с администрацией завода. Достаточно вспомнить, в прошлом году мы провели такие замечательные молодежные конкурсы, как «Железная леди-2019» и «Гвоздь сезона» впервые организован в 2019. В этом году у нас стартовал проект, тоже достаточно много молодежи, музыкальный, впервые организованный. Называется «Две звезды», где наши работники вместе со звездами консерватории будут исполнять замечательные песни. Олег Хорин – студент второго курса политехнического колледжа. Он учится по специальности «Металлургия черных металлов». В будущем молодой человек планирует пойти по стопам отца и стать металлургом. А пока внимательно слушает лекцию. Встречи довольно-таки полезными, потому что можно узнать про будущую профессию, какие-то акции, которые рассказывали нам, и все различные мероприятия. Встреча стала возможна благодаря специальному проекту. Его инициировало руководство Центральной городской библиотеки. Для выпускников школ и студентов сотрудники проводят встречи с представителями различных профессий, ветеранами, руководителями предприятий. Сегодня молодежи представилась возможность познакомиться с жизнью комбината, узнать об истории предприятия не только из первых уст, но и со страниц уникальных изданий, которые хранятся в книжном фонде библиотеки. Сегодня мы покажем и представим ребятам книгу в связи с великой памятной датой, которая отмечается в этом году в нашей стране. «Магнитка и победа» называется книга. Здесь есть воспоминания, здесь есть фронтовые письма, здесь есть история страны через победу и через вклад магнитки в эту победу. Такие встречи в библиотеке планируют проводить постоянно. Следующая состоится в середине апреля. О своей профессии расскажут представители коксохимического производства.